Товарищ рассказал историю. На новогодние праздники он уехал к друзьям в деревню, чтобы покататься на лыжах, погулять по лесу подальше от городской суеты. Лес, тишина, шашлыки, посиделки у камина. А на второй день после лыжной прогулки казалось, что все неожиданно заболели. Такой сейчас, к сожалению, сплошь и рядом. Утром встают, у всех головная боль, температура и кашель. Местный врач приехал, осмотрел, написал рецепт. Дома нужных лекарств не оказалось, за ними нужно было ехать в город за 10 километров. Машина как на грех в ремонте. До друзей не дозвонили, все тоже отдыхали. Стали звонить в такси, там говорят, за праздники у нас двойной тариф. Но мы все равно в деревню к вам не поедем. И положили трубку. Мой друг не робкого десятка. Хотя было холодно, термометр на улице показывал минус 17. Он помолился, надел теплые валенки и пошел в город за лекарствами. Дорога шла через лес и реку. Он решил сократить путь, пошел не там, где все местные ходят, а поближе, где река делала крутой поворот. Откуда ему было знать, что на повороте под снегом течение реки было быстрым и лед совсем тонкий. Он на этот лед ступил и сразу провалился по колено в ледяную воду. Вылез на берег весь мокрый, в снегу. От такой несправедливости у него в глазах прям потемнело. Господи, как так? Ты же знаешь, что мне надо в город за лекарствами для больных друзей, а я в полынью провалился. Если ты не мог меня остановить или другой дорогой повезти. В общем, сказал Богу все, что об этом думает. А потом в мокрых валенках пошел обратно. Пока добрался до дома, ноги совсем окоченели, рук не чувствует, весь покрылся инеем, как Дед Мороз. Все, думает, конец мне. Теперь воспаление легких и больница, если не хуже. Чего еще ждать, когда ты в мокрых валенках с температурой по 38. По лесу в мороз гуляешь. Когда переодевался во все сухое, вдруг слышат, машина подъехала. Оказалось, их товарищ ездил к себе на дачу и на обратном пути к ним заехал. Поздравить. Через полтора часа все необходимые лекарства были доставлены. Самое замечательно, что мой друг, хотя в ледяной воде искупался, первым пошел на поправку. Может, говорит, если б ноги не промочил, а 20 километров по морозу с температурой прошел, получилось бы осложнение. А так все обошлось. Как выздоровел, он в храм пришел, благодарность и молебен заказал, тихонько прощения у Бога попросил за то, что наговорил за пальчивостью. Такие дела.